Опасно маневрировать, пытаясь объехать просто огромные ямы. Оренбургским водителям приходится, чтобы не покалечить свой автомобиль. Дороги в городе такие, что автомобилистам в самую пору осваивают навыки фигурного вождения. Асфальт на дорогах Оренбурга растаял вместе со снегом. Сегодня в городе кажется не найти улицы, где не нашлось бы ямы. Вместе с экспертом по дорогам мы проехали и по Степному, и по Центру. Ситуация везде одинаковая. К примеру, вот так выглядит дорога на Ташкентской. Мы делаем геометрические замеры дефектов ям, образовавшихся на данном месте. Специалисты исследовали яму и вширь, и вглубь, и сделали заключение. Не соответствует по глубине, не соответствует по длине. Намного? Почти в два раза. Если скоростной режим не соблюдать, то да, можно снести так автомобиль, потому что у ней края вертикальные. В одну из этих ям попал. В глубокую яму на развязке улиц Донгуска и Беляевской несколько дней назад угодил Виталий. Тогда эти выбоины скрывались под лужей, водитель их попросту не заметил. Вот два правых колеса пробиты было. Полностью были с замятием дисков и пробития покрышек, то есть, которые восстановлению не подлежат. Плюс при диагностике, когда подняли машину на подъемник, были пробиты две стойки и оторвана одна пружина. То, что эти ямы не соответствуют стандартам, видно даже невооруженным глазом. Но мы все равно проверили. Сколько глубина этой ямы? 13 сантиметров. А это почти в три раза превышает все допустимые нормы. Глубина должна быть по нормативам не менее, не более пяти. Вот, а не более пяти. Ширина, ширина не более 60 сантиметров, а длина всего 15. Ущерб, причиненный автомобилю Виталия, эксперты насчитали почти на 80 тысяч рублей. Теперь водитель намерен судиться. Вызвал наряд ДПС. Буквально минут через 15-20 они приехали, на удивление, быстро. Ну и оформили все это дело. Сегодня иски городским властям за покалеченные автомобили уже исчисляются сотнями. Эксперты говорят, такой массовой проблемы можно было бы избежать, если бы дорожники следили за состоянием асфальта. У нас существует такое понятие, как восстановление слоя износа. То есть, когда мы едем по дороге, мы все знаем, что у нас протектор и шины стираются. Точно так же и стирается верхний слой асфальтобетонного покрытия. Причем с нашей интенсивностью движения в городе Оренбурге, если взять вот такие нагруженные улицы, как улица Терешковая и улица проспекта Победы, то истирание происходит асфальтобетон только за летний сезон на целый сантиметр. Это очень много. Если бы его восстанавливали, эта потеря слоя, то, возможно, ям бы было намного меньше. Причем по некоторым подсчетам такое восстановление полотна обошлось быть дешевле, чем масштабный ямочный ремонт, на который, кстати, в этом году выделили почти 15 миллионов рублей. Правда, латать ямы сейчас не позволяет погода. Должно быть тепло свыше 10 градусов и сухо. Сами понимаете, асфальт отстоял по 50 лет. Естественно, сейчас разрушается, он бухает и разрушается. Приведем в соответствии сейчас все дороги, проведем ямочный ремонт в мае. Потому что сейчас мы не можем проводить ямочный ремонт по погодным условиям. У нас не позволяет ни один гост, ни один сниг, чтобы выполнить работу. Мы сейчас сделаем заделку аварийных выбоев. Сегодня рабочие заделали аварийную яму на перекрестке улицы Терешковой и Орской, в которую вчера, кстати, уже успели угодить автомобилисты. Златать все ямы одновременно дорожники просто не успевают. Ведь это весной, а аварийным стал буквально весь город. Юлия Гафарова, Дмитрий Примачек. Наше время.